Приветствую вас, друзья, канала Фарнакс Филм. Сегодня речь пойдет о казане. И пока мы еще не начали, я приглашаю вас в наши социальные сети. Заходите, подписывайтесь на нас и следите за нашими новостями. В жизни каждого мужчины должен настать день, когда в его жизни появится казан. Вот и у меня появился казан, и сегодня вместе с вами я буду его готовить к тому, чтобы готовить на нем. Казан я приобрел в магазине Фарнакс, казан от компании Везувий на 12 литров, казан из чугуна, правильной шарообразной формы и с алюминиевой крышкой. Поверхность казана шероховатая, и пока она не покроется естественным нагаром, пища к ней будет прилипать. Либо пока мы вот эту всю шероховатость с вами не сточим, не съедим. Мы воспользуемся болгаркой, дрелью и различными абразивными насадками для того, чтобы придать этой поверхности гладкий вид. А уж потом мы будем обжигать его с помощью масла и пробовать готовить в казане. Будем пробовать использовать абразивную насадку на болгарку и обрабатывать ею поверхность до тех пор, когда мы сможем воспользоваться мелкозернистой насадкой на дрель, пока поверхность не начнет нас устраивать. Казан я установил на печку Везувий, так мне будет удобнее его шлифовать. Естественно, при работе с любым электроинструментом не забывайте о безопасности. Ну вот, дорогие зрители, уже сейчас, после буквально минуты работы, можно ощутить, что казан стал гладким, но еще видны мелкие поры, до которых нам тоже нужно добраться и максимально это дело все отшлифовать. Будем действовать аккуратно, осторожно, для того, чтобы не оставить на поверхности казана глубоких рыпин. Так, поперли дальше. Очень удобно, конечно, использовать в качестве такой подставки под казан. Даже в режиме вот таком подготовки казана, в режиме обработки, печку Везувий очень удобно. Все надежно закреплено, не нужно придумывать никаких хитрых приспособлений для того, чтобы казан оставался неподвижен в тот момент, когда я его полирую. Ну вот, уже блестит. Вот, видны кое-где небольшие такие вот задиры, которые я оставил краем диска. Будьте аккуратны при обработке. Первый этап шлифовки закончен. Сейчас я возьму насадку с более мелкой зернистостью и буду довершать, финализировать нашу поверхность. Продолжение следует... Прямо красиво получается. Да? Сережа, оператор. Продолжение следует... Ну, в принципе, и все. Я считаю, что достаточно. Ну, вот, друзья. Моей задачей было убрать крупные изъяны. На мой взгляд, изъяны. Кто-то, может быть, пользовался бы казаном и в том первозданном виде. Я убрал тех шероховатости, которые выступали, а мелкие каверны, это даже не назвать кавернами, они остались. И со временем они обрастут нагаром, естественным нагаром, который, в принципе, необходим для правильной работы казана. И можем приступать к обжигу. Ну, вот, мы разжигаем печь. Сейчас на нее установим казан и будем производить первый обжиг. Продолжение следует... Поставили казан, масло его, технические масла, которыми он был покрыт, сейчас выгорает, как с внешней стороны, так и с внутренней стороны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА казан уже от масла машинного избавился я залил первую порцию масла для того чтобы придать стенкам казана естественный нагар и вот такими движениями нужно их постепенно постепенно смачивать а затем по мере не выгорание масла мы будем добавлять еще процедура это не быстрая но необходимая масло для обжига лучше брать нерафинированное чем хуже масло тем лучше для первого обжига как странно можно использовать обычное подсолнечное нерафинированное у меня как раз наверное рафинирован и но она уже довольно старая поэтому ничего пойдет можно использовать льняное масло различные другие масла с большой дымностью наш казан приготовлению пищи готов и совсем скоро на нашем канале вы увидите множество рецептов вкусных блюд приготовленных в казани чтобы не пропустить эти видео подписывайтесь на наши соцсети ждем вас магазинах фарнакс и на сайте фарнакс точка ру там очень много приспособлений для приготовления вкусной еды на природе до встречи пока